Приветствую вас на канале MyTechShop. Сегодня с вами я, Салтанат. И в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим швейную машину Bernetta B77. Когда машины выходили, а эта машина у нас нового поколения, тогда уже было понятно, что это отличное соотношение цена, качество и набор функций. Давайте приступим к обзору. И вот вам информация в цифрах. Мощность данной машины 90 ватт. Здесь 500 швейных операций, 14 из которых это виды петель. Также рукавная платформа здесь, вылет рукава, 23 сантиметра. Это отлично для тех, кто планирует стягать одеяло, а возможно шить стегонную курточку. Ну вот, пока мы записывали подводку, у нас машина ушла в эко-режим для экономии нам электроэнергии. Предлагаю перейти уже к основной части и рассмотреть все клавиши, которые у нас расположены на швейной машине, разобрать все функции, которые в ней есть. Сбоку у машины есть два разъема. Один для сетевого шнура, второй для педали. И именно здесь мы заострим наше внимание, потому что у педали есть пяточная зона. Что нам это дает? Таким образом мы можем запрограммировать машину на выполнение либо ряда операций, либо одной операции. После завершения шитья мы нажимаем на пяточную зону, и в нашем случае машина выполняет точную закрепку, обрезку нитей, поднимает лапку и иголку. Пяточная зона это прекрасная возможность экономить время в процессе шитья. Сверху под панелью у нас спрятана заправка верхней нити. Здесь у нас точно такая же заправка, как и в обычных швейных машинах. Здесь же мы можем намотать нитку на шпульку, и это у нас будет отображаться на нашем дисплее. Скорость намотки мы можем урегулировать. Так как экран у нас сенсорный, здесь у нас спрятан стилус для удобной работы с нашим экраном. Давайте рассмотрим кнопки, которые у нас расположены на передней панели машины. И снизу у нас есть реверс, обратный ход или закрепка. Есть также автоматическая обрезка нити. Далее у нас расположена кнопка для поднятия или отпускания лапки. В данной машине также возможно шить ее от кнопки. Выше у нас расположен ползунок для регулировки скорости. Есть кнопка для поднятия или отпускания иглы, но она у нас не программирует изначальное положение иглы. Есть также точечная закрепка и наличие ее у нас будет отображаться на экране. Справа у нас расположены два бочонка. Верхняя отвечает за ширину зигзага и она может достигать 7 мм. Нижняя отвечает за длину стежка и максимальная здесь 5 мм. Ниже у нас расположены клавиши положения иглы относительно левого и правого. И здесь у нас может быть 15 позиций положения иглы. В правом нижнем углу мы видим отверстие для коленоподъемника. Он у нас идет в комплекте и с его помощью мы можем отпускать и поднимать лапку. Таким образом мы освобождаем наши руки и есть возможность более точно контролировать процесс шитья. И еще одно ощутимое преимущество в данном машине это наличие приставного столика размером 30 на 45 см. В данном машине есть три нити обрезчика. Один расположен как обычно слева сбоку, второй расположен справа внутри рукава, а третий спрятан в схеме заправки нижней нити. А теперь посмотрим что изображено у нас на экране. Слева у нас расположен столбик функции и первое это регулировка натяжения нити. Ниже расположена функция выбора иголки. Например выбирая двойную иглу с определенным расстоянием, машина вам сразу отображает вариант строчки, который у вас получится. И не дает сделать ширину зигзага больше чем положено. Ниже у нас расположена рекомендация по лапкам, то есть выбирая определенную операцию, машина вам будет рекомендовать определенную лапку. И те лапки, которые нельзя выбирать, она будет подсвечивать просто серым. Далее у нас расположена регулировка прижима лапки. Можно также менять высоту подъема лапки, но об этом чуть позже. И последняя здесь функция это выбор игольной пластины. По центру экрана у нас расположена функция положения иглы, которую мы можем запрограммировать после окончания швейной операции. Здесь также отображается длина стежка. Нажав на нее мы можем это все отрегулировать. Ровно так же как и ширину зигзага. В левом нижнем углу у нас отображается наличие точечной закрепки. Нажав на клавишу информацию мы получаем доступ в раздел, где мы можем регулировать данную строчку. Отображать ее по вертикали, по горизонтали. Регулировать длину одного декоративного элемента строчки. Также мы можем задать определенное количество образцов декоративных. Кнопка плюс расположенная под строчкой отвечает за комбинирование декоративных строчек. Здесь мы можем скомбинировать от 2 до 20 разных декоративных строчек, в том числе и алфавит. Мы также можем удалить один определенный фрагмент. Все это делается через информационный блок. Нажимая на данную кнопку мы выбираем всю комбинацию строчек и все последующие манипуляции будут производиться над всей комбинацией. Если хотите выйти из функции комбинирования строчек, просто нажмите на плюс. Справа расположены папки со строчками. Все они разделены на категории. Первые это швейные. Ниже у нас расположена папка с декоративными строчками. Они также у нас делятся по тематикам. И чтобы увидеть все строчки, мы нажимаем на кнопку показать. Ниже расположена папка с алфавитом. У нас есть три варианта шрифта. Блочный, контурный и рукописный шрифт. Далее ниже у нас папка с петлями. Здесь у нас 14 основных петель. Также есть вариант сделать люверсную петлю и пришить пуговицу. Ниже расположена папка с квилтовыми строчками. Справа у нас расположено меню, где домик означает раздел шитья. Ниже у нас расположен раздел настройки машины. И первая папка у нас будет настройки по шитью. Здесь мы можем отрегулировать натяжение верхней нити. Здесь мы можем установить наличие закрепительных стежков. В данном разделе мы регулируем максимальную скорость шитья. В данном разделе мы программируем определенные клавиши. Здесь мы можем установить высоту подъема лапки. А для того, чтобы сбросить настройку до базовых показателей, мы просто зажимаем клавишу. Мы можем изменить обрезку нити, дополнив ее точечной закрепкой. Мы также можем отрегулировать кнопку обратного хода, если вы шьете декоративную строчку. Мы также можем установить позицию лапки при остановке иглы внизу. А при наличии точечной закрепки мы можем отрегулировать количество стежков для швейных операций и для декоративных строчек. В разделе настройки по шитью мы также можем отрегулировать баланс наших строчек. Еще можно установить автоматическую компенсацию прижима лапки. Во время шитья машина будет постоянно распознавать актуальную плотность ткани. В настройках машины мы также можем выбрать собственные установки, например, цвет экрана. В папке настройка машины мы можем отрегулировать калибровку экрана, яркость экрана, увидеть какое ПО установлено. Также можно вернуть базовые установки. В машине есть функция контроля, контроля верхней нити и контроля нижней нити. Когда нить будет заканчиваться, машина сообщит вам об этом. А здесь мы можем включить и отключить звук машины. Под разделом настройки у нас расположен раздел консультанта по шитью. Мы выбираем тип изделия и тип швейной операции, и машина уже советует нам особые рекомендации. Также с помощью одной клавиши мы можем отправлять машину в режим экономии. Чтобы вернуть ее в рабочее состояние, нам нужно продолжительно нажать на экран. Ниже у нас расположена кнопка CLR. Эта кнопка необходима нам, когда мы хотим вернуться к базовым настройкам машины. Ну а сейчас мы попробуем эту машину в деле и проверим несколько функций. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...